Манеры. Лицо. Мужчины. Вы, кажется, не поняли. Нет? Тогда позвольте объяснить. Авторство пословицы «Манеры лица мужчины» приписывается Уильяму Хорману, который в 1590-м написал книгу «Вульгария». Он был директором английской школы, и в своей книге он изложил то, что хотел донести до своих студентов. Но что в действительности означает эта пословица? И, кстати, она распространяется и на женщин тоже. В этой пословице восхваляются хорошие манеры. Манеры включают в себя то, как вы говорите, тон вашего голоса, жесты и действия. Считается, что люди от животных отличают именно хорошие манеры. Итак, что же все-таки подразумевается под манерами, и какие смогут украсить вас в наше время. Разберемся в сегодняшнем видео. Итак, прежде всего поговорим о тех манерах, которые связаны с уважением к окружающим в целом. И на первом месте стоит слово «пожалуйста». Вы можете использовать его, когда просите или спрашиваете кого-либо о чем-то. Говоря «пожалуйста», вы признаете в вашем собеседнике человека, равного себе. Можно ли использовать его часто? Да, но это маловероятно. Следующее важное слово «спасибо». Это распространенный способ выразить благодарность. Каждый раз, когда кто-то оказывает вам услугу, не забудьте сказать «спасибо». А в некоторых случаях стоит отправить письмо. Теперь поговорим о тех ситуациях, когда нужно вступить в разговор. По общему правилу, не стоит перебивать других людей, но если это необходимо, то убедитесь, что вы не забыли сказать «прошу прощения». Эти же слова можно использовать, чтобы привлечь внимание или попросить повторить только что сказанное. Следующие советы я позаимствовал из книги «Четыре соглашения». Если вы ее читали, то вам знакомо первое соглашение. Ваше слово должно быть безупречным. Ваши слова имеют большую силу. Всегда говорите то, что подразумеваете, и имейте в виду то, что говорите. Сплетни, разговоры за спиной. Мы все таким занимались. Наверное, нам от этого лучше на душе, ведь обсуждаем мы то, что не осмеливаемся сказать в лицо. Смысл в том, чтобы думать о своих словах и тщательно их подбирать. Теперь поговорим о критике. О том, стоит ли критиковать кого-то на глазах у других. Это будет проявлением дурных манер. Если я собираюсь кого-то критиковать, а порой это необходимо, я сделаю это приватно. На публике же лучше похвалить человека. Следующий набор правил касается прикосновений. Например, когда вы впервые с кем-то встречаетесь, вам стоит представиться и пожать руки. Главное убедитесь, что вы запомнили имя собеседника, а он ваша. Следующий пункт – контакт глаз. Если вы говорите с кем-то, взгляд в глаза – верный признак того, что вам уделяется внимание. В западном мире принято смотреть в глаза собеседнику 60-70% времени. Я знаю, что некоторые мои подписчики из Индии, Южной Америки и других стран, в которых правила могут несколько отличаться. Правила этикета могут сильно разниться в зависимости от страны. Если это так, напишите в комментариях. И напишите в комментариях, согласны вы или нет. Если вам есть что добавить к этому видео, пожалуйста, напишите. Отношение к следующему пункту неоднозначное. Мы говорим о том, когда стоит открывать или придерживать двери. Я руководствуюсь общим принципом «нужно проявлять эмпатию». Мне не нравится, когда перед моим лицом захлопывается дверь. Поэтому, если в нескольких шагах позади меня кто-то идёт, а дверь закрывается быстро, я придержу её, чтобы она никого не ударила. Если человек в пяти метрах от меня, и я вижу, что руки у него заняты, я подожду и придержу дверь. А что делать, когда речь заходит о мужчинах, женщинах, детях? Нужно ли открывать дверь для одних и не открывать для других? Я не делаю исключений. Открыть дверь – простое проявление вежливости. Но как быть, если человек в пяти метрах от двери? Если женщина, которую вы хотите пропустить, ярая феминистка, парни, не загоняйтесь. Просто относитесь ко всем с уважением. И если кто-то будет возмущаться, что ж, это не ваша проблема. Также стоит упомянуть общественный транспорт. Уступайте место, если видите, что это беременная женщина, пожилой человек или если стоящий и очень устал. Теперь поговорим о лифте. Пропускайте людей вперёд. Позвольте им выйти из кабины первыми, и потом входите сами. Следующий пункт является распространённым в некоторых культурах. Когда моя жена только приехала в США для знакомства с моей семьёй, мы, к её удивлению, не следовали этому правилу. И это правило заключается в следующем. Если к вам домой приходят гости, все должны выйти их поприветствовать. Следует представиться, поздороваться и поинтересоваться, хорошо ли человек добрался. Да, возможно, вы играете в любимую игру или смотрите не менее любимое шоу, но нужно выйти и встретить человека. Это довольно важная часть общения с гостями. В моём доме мы приучаем детей следовать тому же правилу. Всякий раз, когда к нам приходят гости, мы все выходим в прихожую, чтобы поздороваться. Следующий пункт, когда вы случайно с кем-то сталкиваетесь, следует извиниться. Это мелочь, но она имеет значение. Далее поговорим о правилах поведения за столом. И первое, что стоит сказать, соблюдайте принятые в доме правила. Зашли ли вы на ужин к вашим соседям или обедаете с друзьями в другой стране. Следуйте принятым в том месте правилам. К слову, мои соседи очень религиозные люди. Всякий раз, когда мы обедаем вместе, я принимаю во внимание их обычаи. Мы знаем, что важно для них и не возражаем против молитвы. Мы не обязательно следуем сами тем же правилам, но у нас достаточно такта, чтобы проявить уважение к тому, что имеет для них значение. Давайте поговорим о том, когда стоит приступать к трапезе. Когда вы один, все понятно. Но как быть, если вы в компании других людей, например, на семейном ужине? Если в вашей компании не больше пяти-шести человек, стоит дождаться всех. Если речь идет о группе побольше, то стоит либо спросить разрешение, либо дождаться, пока хотя бы каждый второй не будет готов, и только затем приступить к трапезе. И повторюсь, другие могут захотеть дождаться всех, чтобы прочитать молитву или зачитать тост. Такое встречается часто. Очень важно замечать и понимать такие моменты. Где бы вы ни сидели, кладите салфетку на колени. И никаких локтей на столе. И когда жуете, закрывайте рот. И не разговаривайте с набитым ртом. И никакой отрыжки за столом. По крайней мере, старайтесь сдерживаться. А если вам нужно отойти в уборную, пока другие за столом, просто извинитесь и убедитесь, что вы не забыли задвинуть стул. Поговорим о гигиене. Если вас одолел кашель или вы вот-вот чихнете, прикрывайтесь ладонью или локтем. Не ковыряйте в носу на людях. И даже когда вы один, пользуйтесь носовыми платками. Мойте руки после уборной, перед трапезой или перед тем, как прикоснетесь к еде. И на всякий случай, не стригите ногти, не используйте зубную нить и не причесывайтесь на публике. Если вы тоже считаете, что в мире должно быть больше людей с хорошими манерами, окажите мне услугу, поставьте лайк этому видео. Поговорим о внимании. К сожалению, сегодня его недостает очень многим людям. Во-первых, важно запоминать имя человека. Когда вам кого-то представляют, проговорите его имя. Убедитесь, что произносите его правильно и придумайте ассоциацию. Исследования показывают, что людям нравится слышать собственное имя. И они терпеть не могут, когда кто-то произносит его неверно. Не допускайте таких ошибок в самом начале общения. Узнайте, как читается имя собеседника. И произнесите его соответственно. Также проявляйте интерес, даже если человек вам не интересен. Даже если эта беседа уже имела место. Даже если бы вы хотели общаться с кем-то другим. Люди сегодня разучили скучать и спешат схватить телефон при любом удобном случае. Еще одна большая ошибка. Не доставайте телефон. Даже не кладите его на стол. Это создает между вами препятствия. Мы так или иначе будем думать о телефоне, пока он будет находиться в поле зрения. Представьте, что вы положили книгу на стол, чтобы иногда в нее заглядывать. Нет. Участвуйте в беседе. Это простое проявление уважения к тем людям, с которыми вы общаетесь. Если вам не нравится общение, что ж, завершите его. Но когда вы взаимодействуете с человеком, постарайтесь быть полностью вовлеченным. А что если вам нужно позвонить или отправить сообщение? Тогда извинитесь и переключитесь. Если вам потребовалось сделать звонок, убедитесь, что вы вышли в другую комнату, в которой нет людей. Не думайте, что если присутствующие поглощены беседой, то они вас не заметят. Нет. Вы будете их отвлекать. Найдите место и позвоните. Теперь поговорим о том, что действительно важно для мужчин сегодня. О правилах общения. Во-первых, как быстро стоит отвечать? Я думаю, это зависит от того, идет ли речь о работе. В нерабочее время можете позволить себе отвечать дольше в течение пары дней, если речь идет об электронной почте. Если вы отвечаете всегда с одной и той же задержкой, возникает некая негласная договоренность. На работе ситуация несколько другая. Если вы работаете с клиентами, то ожидание на протяжении часа, а иногда и нескольких минут, может показаться слишком долгим, особенно если у клиента не работает сайт и ему нужна помощь. Но если вы директор и письма приходят вам, то ответ в течение пары рабочих дней не должен никого смутить. Однако необходимо быть постоянным. Если обычно вы отвечаете в течение одного рабочего дня, придется соответствовать ожиданиям. Поговорим о языке. Причина, по которой я не использую мат на канале, в том, что многим из моих зрителей около 12-14 лет. Мои дочери порой смотрят мои видео, поскольку хотят видеть, чем занимается их отец. Поэтому я стараюсь придерживаться правил системы рейтинга в PG. Я знаю свою аудиторию, и вам тоже стоит понимать своих собеседников. Если это грубоватые парни, можете себя не сдерживать. Но если вы знакомитесь с родителями девушки, вести себя стоит соответственно. Я уверен, что вы могли бы поделиться парочкой историй в комментариях. Важно понимать, с кем вы общаетесь, и что может оскорбить вашего собеседника. Еще одно важное правило, которое стоит знать современному мужчине, когда вы общаетесь тет-а-тет, ваш собеседник, скорее всего, рассчитывает на то, что все сказанное останется между вами. Поэтому стоит предупреждать, если хотите включить громкую связь, в особенности, если другие люди смогут его услышать. И если вы подключились к групповому звонку, не забудьте сообщить об этом участникам. Когда беседа перестает быть приватной, когда вы подключаетесь к конференции, или когда вы добавляете в нее другого человека, важно об этом предупреждать. Это проявление хороших манер. Еще кое-что. Это моя личная позиция. Не нужно выяснять отношения на людях, чтобы кого-то пристыдить. Я понимаю, что астрокизм сегодня довольно распространен, но это плохой тон. Решать подобные вопросы стоит приватно. Когда вы делаете ваши разборки достоянием общественности, вы не пытаетесь решить проблему, лишь пытаетесь выставить себя в выгодном свете и вынуждаете другого человека защищаться. Пссс, это не так. И не будем забывать об ответственности. Оставляйте везде порядок. После себя, своей семьи и домашних животных. Какое видео посмотреть в следующем? Как насчет того, где я рассказываю об устаревших правилах этикета? Некоторые правила я упомянул в сегодняшнем видео. Я считаю, что каждому мужчине надлежит им следовать. Но как быть с тем, что считается вышедшим из моды? Переходите по ссылке и узнаете. Спасибо. 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 Спасибо.